Через полтора-два часа ты там будешь? Вообще сухой. Вы в курсе, что тут масла нет? От слова вообще. Беда. Ребят, всем добрый день. МОС, Министерство охраны здоровья разрешило работу СТО. Соответственно, мы тоже выходим на работу. МОС, Министерство охраны здоровья. 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 Мы имеем Хундай Тюксон. Оригинальный пробег. Чем-то там подтвержденный. Семьдесят три тысячи. Прекрасного синего цвета. Что у нас в описании. Официальный Хундай Тюксон. Полный привод. В отличном состоянии. Мотор, коробка, ходовая. Все в идеале. Кузов без единого подкраса. Два комплекта резины зима-лето. Продажа от хозяина. Возможно, оплата частями. Бла-бла-бла. Ну, в общем, едем на вот этот вот прекрасный автомобиль. Который от одного хозяина. Который официальный. Который без единого подкраса. Всякое в жизни бывает. Поэтому едем. Ёпта. Вообще сухой. Вы в курсе, что тут масла нет? От слова вообще. Беда. Я думаю, что съепки проглазал. До столей. Я думаю, что съепки проглазал. До столей. Не бит, не крашен весь. Молдинги на месте не стоят. Вроде бы не критично. Но как для автомобиля, который не бит, не крашен, заявленный. И у него в моторе даже нет масла. Андрюха, опусти капот. Вот я сейчас по зазорам тоже покажу. Опять-таки. Сделают оно все отслойно. Не прилегают резинки. Вон видно. Как красили даже отсюда. Вон слои краски. Почти не бит, совсем не крашен. Крашен у нас с проемами. Порогов нет. Уплотнитель вообще не держится. Да, он крашен аж до вот этих пор. Все в пыли. Уже вон коррозия пошла. А? А? В проеме это сильно дофига. А на что там химия переводит? Блядь. Блядь. И пока мы не будем созванивать. Сейчас попробую поймать. Вот здесь вот. Вот так да, видно. С той стороны оно сажено так, что аж проемы крашеные внутри. Красота. Возоры вообще точные. Он по диагонали стоит. Не то, что стоит по диагонали, он заполированный. Я предлагаю как минимум позвонить ему, чтобы не встречать марну час. Тримай. Руль смотрели. Зачем? Так, ну вот заднее сидение. Ну, в общем, реально мрачно. Я сейчас поставлю на загрузку видео, но посмотрите, оно такое уставшее. Заднее сидение, они порванные. Дверная карта в некоторых местах пощербленная. Задних порогов. Внутри салона нету. Переднее сидение крашеные. Вот аж сразу видно. Краска уже не берется на руки, но вот только-только свежак покрашенный. Руль тоже крашеный. Такой. Машину приводили в божеский вид, но реально по факту над ней еще стараться и стараться и она такая. не знаю. Сейчас, секунду. А какой у нее пробег? Пробег у нее типа 160 тысяч, заполированная. Ну, в общем, не верю. И причем не верю основательно. По салону много пластика не хватает. Разбирали центральную консоль. Снимали торпеду. Зачем? Ё-моё, в бардачке аж страшно. Хоть бы поубирали. То есть, тут как бы мы зашли с левой стороны. Она реально выглядит очень хорошо и красиво. А зашли с правой стороны, ну, тут просто караул, кошмар. И, блин, тут даже половины болтов не хватает по ней. Но ее собирали как-то на спех. То есть, нету болтов. Снимались пистоны, двери разбирались неоднократно. И снимались. По этой машине, даже если они очень хорошо скинут, то это вообще не тот вариант, на который нужно даже обращать внимание. Полироли на нем немерено. Плюс стекла у него вот уже не родные стоят. Причем раз-два. Два передних не родных, лобовое. Ну, лобовое красивое, родное. Похоже. Наружные молдинги тоже несколько раз красились. В общем, мне интересно. Диски тормозные. Типа красивые. Типа помытые. Сверху по ржавчине покрашенные. Бампер задний тоже крашеный. В общем, заднего стопа нету на стекле тот, который дублируется повторно. Так. Блин, даже... Е-мое. Даже амортизатор и стекло не держит. Которое. Ну, тут двойное открытие. Маленькое стекло и большая ляда. Ну, вот на 160 тысячах так, чтобы оно себя вело. Ну, реально... Реальный мрак. Блин, да тут вообще даже по крышке багажника ничего не стоит на месте. Зато держат амортизаторы задней крышкой. О, так мы имеем то, что не скручивалось. В этой машине не откручивалась крышка багажника. Это уже хорошо. Ну, я думаю, запускать мы двигатель не будем. Пластик в багажнике разломанный. Какие-то тут непонятные вещи. Зато есть у него запаска с поломанным креплением. Руль перешитый. По тюксону, скажу так, мне хватило двух аккумуляторов на рабочий день. Основную свою сумку, там, где у меня еще были запасные аккумуляторы, я оставил дома. Беда заключается в том, что не отснял тот момент, что этот автомобиль был арабским. То есть, у него нет боковых шторок, у него зеркала с арабской вязью. То есть, о том, что эта машина пришла к нам с официальных источников от официальных дилеров, речи не идет. К тому же, мы проверили, она заехала с Арабских Эмиратов, действительно. Парадигма заключается в том, что из заявленного то, что машина не бита, не крашена, ну, из некрашенного там было только несколько элементов по левой стороне. А так, имеем следы очень некачественного ремонта, имеем пустой двигатель без масла, ну как, без уровня. Понятно, что после нашего уезда уровень восстановят, но, к сожалению, не восстановят тех трущихся запчастей, которые были в двигателе, наверняка повреждены в результате масляного голодания. Насколько оно повреждено, ну, тут уже надо вскрывать двигатель и смотреть. Может быть, конечно, и нет, но, честно говоря, я сильно сомневаюсь. Сделали некачественный ремонт, не хватает большой части запчастей, нет шурупов, нет пластиковых заглушек, есть замененные элементы салона, в частности, приборные панели. Шпаклевки в дверном проеме, ну, такой достаточно хороший слой. И это все с учетом того, что не давали нам свободно снимать. Ну, как не давали? То есть и запретов не было, ну, и злые взгляды были в формате такого. «А что ты делаешь? Куда ты смотришь? Как же быть?» И вот, ну, крайне некомфортно снимать материал в таких условиях. Имеем крашеный салон, имеем кучу неприятностей с самим салоном, с пластиком. В общем, вот такой вот трэш. Чем больше мы посещаем салонов, тем меньше остается надежды на правдивость этих салонов в том, что они будут действительно рассказывать правду, всю правду об этих автомобилях. В очередной раз машина не бита, не крашена от одного владельца машина официальная. И по всем этим пунктам есть тотальная неправда. Никаких запасных колес у этой машины нет. В общем, все не очень хорошо, печально. Как бы там ни было, будьте бдительны, не болейте, будьте здоровы. Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем пока-пока!